Я вас приветствую, наших дорогих пациентов, родственников, наших коллег, кто пришли на школу пациентов. Вы знаете, как очень важно, когда приходит беда, и человек, которого настигла эта проблема, он не остается один. Он один со своей проблемой, и мы должны понимать здесь не только врачи, которые должны вам помочь и поддержать. Это проблема, которая стоит перед членами вашей семьи, перед вашими коллегами. И чтобы не возникало пустот, как дальше быть. И, конечно, это, может быть, даже уже не медицинская проблема, это больше такая социальная проблема, государственная проблема. И нам очень важно, что мы, сотрудники института, участвуем в этих мероприятиях, которые проводит общественная организация, которая проводит движение против рака. Я очень благодарен Николаю Петровичу Марине Борисовне за то, что нас активно привлекает к этим мероприятиям. Это позволяет нам общаться с пациентами с другой стороны. Понимаю, что здесь, кроме медицинских проблем сугубо, которые нужно решать в соответствии с протоколами, со стандартами, есть еще много проблем психологических, организационных. И надо помочь, и порой даже не хватает тех, кого мы привлекаем из общественных организаций. Нужно привлечь и врачей, которые участвуют в лечении. Поэтому мы с удовольствием принимаем. Я очень благодарен всем, кто помогает, кто привлекает нас к решению этих задач. Спасибо большое. Я хочу, чтобы такие мероприятия были у нас, развивались для того, чтобы у нас пациентов и тех, кого касается проблем, гораздо больше, чем сегодня присутствуют в этом зале или тех, кто бывает на наших конференциях. Я думаю, что проведение этих наших мероприятий, широкое их освещение заставит все-таки больше внимания обращать к этой проблеме. Ну, а я желаю, конечно, чтобы у нас это все сегодня состоялось и хорошей вам работы. Здравствуйте, дорогие друзья. Оказавшись перед тяжелой болезнью, очень сильно нуждающаяся в обычном человеческом участии, выдержать борьбу, не сломаться, помогает общение с другим человеком, который прошел через это и победил болезнь. Для этого наша общественная организация «Движение против рака» при поддержке неонкологии имени Петрова проводит школу пациентов. Конечно, успех в борьбе с болезнью во многом зависит от союза врача и пациента. Доверие больного к врачу ведет к улучшению прогноза заболевания. Но у большинства пациентов нет информации о возможностях современного лечения, нет информации по прохождению МСЭ, есть вопросы по трудовому законодательству, по лекарственному обеспечению, по питанию, а кому-то очень нужна психологическая помощь. Поэтому школа пациентов могут и должны помочь в этой ситуации. Неонкологии любезно предоставляют нам зал и прекрасных специалистов, которые читают для вас лекции, а по окончании лекции пациенты, родственники и близкие могут задать вопросы и получить компетентные ответы. Не менее важным блоком школы пациентов является участие онкопсихолога, который подсказывает вам, как не сломаться, выстоять и бороться с заболеванием. Я сама пациентка и оперировалась в этом институте, и здесь проходило лечение. Я очень благодарна врачам-онкологам за то, что они вселили в меня веру в победу над болезнью. И вот теперь наше движение помогает вам понять, что рак – это не приговор. Надо лечиться и жить дальше. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы еще раз хотел присоединиться, безусловно, к сказанным Мариной Борисовной, руководителем нашего питерского отделения движения против рака, и поддержать то, что сказал Алексей Михайлович. Безусловно, школа пациентов достаточно такой, на наш взгляд, уникальный был проект с самого начала, и сейчас остается таким – это возможность получить в неформальных условиях, в условиях обычного человеческого общения, необходимую информацию о клинически проверенных и научно обоснованных способах лечения, из первых уст, из уст действительно профессионалов, возможность задать интересующие вопросы. И я хотел бы в очередной раз поблагодарить и Алексея Михайловича, и всю администрацию, и коллег из НИИ онкологии имени Петрова, которые предоставили нам возможность вот эту школу сделать в онлайн-формате, потому что, к сожалению, у нас, конечно, нет такого сейчас достаточного количества ресурсов, но особо ценно то, что наши мероприятия смогут увидеть и в онлайн-трансляции, и в записи. Огромное количество людей, которым это действительно нужно. И узнать о самых современных и проверенных способах лечения, и способах защиты и своих прав, и восстановлении психологического состояния, связанного с болезнью, смогут увидеть люди много, где не только сегодня в Санкт-Петербурге, но и в любой точке нашей страны, потому что все-таки для людей, которые живут за пределами города, НИИ Петрова и многие другие федеральные учреждения остаются такими флагманами и передовыми научными и практическими центрами, откуда наши, так сказать, коллеги-пациенты и наши партнеры-врачи узнают о самых современных и эффективных способах лечения новообразований. Спасибо. Добрый день. Я хотела бы, так же, как и мои коллеги, поприветствовать всех, кто нас сегодня видит, всех, кто нас сегодня слышит, и всех тех, кто будет ознакомиться с материалом данной видеоконференции в будущем. Очень важно, что на протяжении вот уже скоро 10 лет с достаточной чистотой у нас есть возможность встречаться с вами, и мы готовы и будем в будущем делиться всей той информацией, которую мы сами добиваемся, которую мы слышим на ведущих онкологических площадках. И хотелось бы поблагодарить, безусловно, и Движение против рака, и дирекцию нашего института, и вас всех, что у нас есть такие уникальные возможности собраться и поделиться важными вопросами, которые беспокоят и вас, и нас. Спасибо.